Бодрость духа, грация и пластика. Чиновники Нинецкого округа в выходной день доказывали, что они готовы к труду и обороне. Представители власти впервые официально сдавали нормы ГТО. Соревнование устроили на главном городском стадионе. К властям примкнули и другие желающие помериться силой. Предлагалось сдать несколько нормативов. Бег, прыжки в длину, отжимания, подтягивания и другие. В итоге некоторые чиновники оказались на высоте. Они выполнили сверх норму. Подробности в следующем сюжете. Федотова Ружникова, первая пара. Пробежать 100 метров на максимальной скорости для чиновников, на удивление, оказалось делом несложным. Многие при этом даже не тренировались. Теперь вот думаешь, как? Первая пара пробежала всего за 12 секунд. Для их возраста это сверх норма ГТО. Очень холодно и очень скользко. А так все хорошо. Сам по себе спортсмен? Ну так, баскетбол чуть-чуть занимаюсь. Ну, а 100 метров какая вообще далась? Тяжело. Скользко тут. Следующие на старте девушки. Скорости у них, конечно, не те, что у мужчин, но и нормы для слабого пола значительно отличаются. Чтобы получить золотой значок, дистанцию нужно преодолеть за 16,5 секунд. Ольга Базилюк, которая пришла на стадион по собственной воле, уверенно взяла бронзу. Здоровый образ жизни и все дела. А вообще в жизни спортом занимаетесь? Ну, стараюсь бегать, да, периодически. Ее мечта отнюдь не бронза. Девушка берет планку выше. Золото, конечно. А вот у Нины Абакшиной золотой значок ГТО уже в кармане. Все нормативы на «отлично» она сдала еще в советское время. Теперь с любопытством наблюдает за способностями молодого поколения. Ну, вы знаете, я вообще первый раз вот это вижу. Чтобы у нас, я слышала, что да, сейчас даже президент, чтобы наша молодежь все-таки занималась спортом, а не другими плохими делами. Накаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, водой холодной обливайся. Современная программа ГТО сильно отличается от предыдущей образца 1972 года. Во-первых, из обязательного списка исчезли сугубо военные дисциплины. Стрельба из боевого оружия и мелкокалиберной винтовки. Появились новые виды, 40 различных испытаний. Их, кстати, можно комбинировать в зависимости от физической подготовки. С прыжками в длину у чиновников тоже все хорошо. Многие улетают аж за 4 метра. Это золотой значок. А у тех, кто не смог выполнить норматив с первой попытки, есть дополнительное. Сейчас попробую второй. Я думаю, сейчас получится. Есть! У девушек результаты скромнее, оно и понятно, все-таки слабый пол, но отличники, точнее отличницы, тоже присутствуют. Есть! 10! Хорошо! Очень хорошо! О том, что в здоровом теле, здоровый дух, эти люди знают наверняка. На перекладине спокойно 10 раз. Для сотрудников МЧС эта задача тоже оказалась сверхлегкой. Нормы ГТО они сдают ради собственного любопытства, чтобы проверить, на что способны. Постоянно в зал ходим регулярно, поэтому рассчитывали на свои силы. Не готовили специально. Ну, мы с семьей последнюю неделю бегали по стадиону. Как бы тренировались в беге. Фестиваль ГТО завершился ближе к вечеру. Результаты, в общем, неплохие, но стремиться еще есть к чему. Организаторы говорят, неплохо бы и дисциплину подтянуть. Из 220 чиновников на стадион пришла лишь половина. Олег Танзейский, Антон Водряков, Телеканал Север.